Девушки отдыхают Сейчас мы будем говорить об особом виде трудовой деятельности в интересах общества и государства, которое осуществляется гражданами вместо военной службы. Вот такое определение дает Википедия такому понятию, как альтернативная гражданская служба, АГС сокращенно. Не путать ЗАГС, запись актов гражданского состояния. АГС, альтернативная гражданская служба. Ты меня, Владимир, просто погрузил ненадолго в ступор какой-то. Я запуталась в аббревиатурах. Представлю нашего гостя. Михаил Плюснин, член общественной палаты Кировской области, правозащитник. Михаила, здравствуйте. Да, здравствуйте. Михаила мы знаем как эксперта по альтернативной в том числе службе и по вопросам каким-то, которые возникают у призывников. Вот я вас помню в этом качестве не знаю. Там уже довольно давно. Не один десяток лет. Известна точно дата начала этого безобразия. Октябрь 2002 года. 16 лет. Да. Как раз в октябре этого года. То есть они уже исполнились. Буквально накануне Михаил Валерьевич сделал запись в своих соцсетях. С 1 октября военкоматы гостеприимно распахнули дверь. Ну то есть призыв в осенний начался, который продлится до нового года. До 31 декабря включительно. Да, да, да. И это значит, что работа по проекту «Право на альтернативу» продолжается в Свердловской области, в Пермском крае, Кировской области, в Мариел, Татарстане и Чувашии. И вот сейчас надо внести важное уточнение, как я понимаю. Выяснилось вчера, что проект теперь называется не «Право на альтернативу». Да. То есть проект назывался «Два года права на альтернативу». Сейчас он называется «Мир без насилия». Но суть от этого не поменялась. Мы точно так же пропагандируем. Какое-то более пацифистическое название такое. «Мир без насилия». Чуть-чуть более всеобъемлюще стало. И, соответственно, предполагают не только консультирование граждан по переходу на альтернативную службу, но и другие вопросы, соответственно, возможны. Ну давайте с места в карьер сразу же. В прошлом году, если не ошибаюсь, мы тоже освещали эту тему с вашим участием. И вы говорили, что довольно незначительное число молодых людей хотели бы воспользоваться правом попасть, пройти, вернее, альтернативную гражданскую службу. Ситуация не меняется? Насколько я понимаю, глобально нет. То есть, как оно было, где-то в пределах тысячи человек по всей России проходят альтернативную службу, так где-то это и остается такая же цифра. Да. И проблемы здесь... Ну, я не согласен, что мало хотят. Может быть, много хотят. Но не все знают как. Да, не все идут, потому что часть точно так же получат право на отсрочки, часть уходит там по болезни, а вот те, кто остался, и часть из них, кто сумел победить районные военкоматы и призывные комиссии, вот те пошли служить. Что значит победить призывные комиссии, районные военкоматы? Ну, смотрите, у нас, допустим, есть такой волшебный город в нашей стране, назывался Нижний Тагил. Собердловская область, Нижний Тагил. И вот там есть несколько мальчиков, которым регулярно, одному уже, шестой раз, призная комиссия, отказывают правильную замену военной службы на альтернативную. Он с ними служится, он с ними судится, отменяет решение военкомата, соответственно, к новому призыву он подает новое заявление, ему опять отказывают. Ему еще нет 27 лет? Нет, пока еще. А, ну, то есть ему главное продержаться, я так понимаю, да, до 27? Я надеюсь, что военкомат сдастся раньше. В этот призыв уже. Ничего не могу сказать по этому поводу. И каждый призыв, каждую призывную кампанию, дважды в год его вызывают военкомат, да? Ну что, дружок, будешь служить? Он говорит в очередной раз, нет, я хочу воспользоваться правом пройти альтернативную службу. Да, так и происходит. Так, и что ему говорят? Ну, соответственно, ему говорят, ну, чаще всему, сейчас ему говорят, как бы, ты нарушил сроки подачи заявления на АГС, в связи с этим твое заявление не будет рассматриваться, мы тебе отказываем в замене, вперед, как бы, соответственно, твой путь сейчас войска. Он говорит, нет, 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 я не согласен. Идет опротестовывать? Да, да, соответственно, поскольку есть мнение Верховного суда, Конституционного суда, что пропуск сроков не является принципиальным, это вопрос, ну, скажем так, технический, процессуальный. А военкомате Нижнего Тагила об этом не знают? Вот, я не знаю, насколько, нет, почему он же им все это, он же из года в год им все это, аргументацию-то пишет, да. Да, просто люди как-то не хотят этого понять, я не знаю, с чем это связано. Слушайте, если бы я... Ну, мне кажется, там уже нашла коса на камень просто, видимо, они зацепились, уже закусились настолько, что... Слушайте, если бы я сдал эту информацию раньше, летом 2015 года, когда я проезжал как раз в гости на автомобиле через Нижний Тагил, я бы так вот вспомнил про этого. Ты бы с этим человеком познакомиться, наверное, и захотел. Да, здесь живет человек, который вот так вот борется с государством. Ну, это не сейчас не проблема, он сейчас ведет блоги, Андрей Щукин, Нижний Тагил. Да, можно еще поискать, посмотреть, его историю борьбы с местной призной комиссией вполне можно почитать. Так, ну хорошо, вот это пример есть. Юрист, небось, по образованию? Да, учится сейчас на юриста. Подождите, если он учится на юриста, у него же отсрочка должна быть. Ну, насколько я понимаю, сейчас учится заочно. Может, заочно, заочно не дают отсрочки, да. Так, хорошо, пример из Нижнего Тагила, он такой вопиющий пример, я бы сказала, в Кировской области что-то подобное случается, или у нас все благополучно? Нет, ну смотрите, вот, насколько я понимаю, большая часть заявлений на АГС по Кировской области, она рассматривается, и большей части дается за разрешение. Удовлетворяется. Да, удовлетворяется. Часть людей, комиссия считает, что они не убедили, не доказали, что они имеют надлежащее... А что значит, надо убедить? Честно говоря, я не знаю, что это значит. А вы не присутствовали никогда, как это происходит? Ну, честно говоря, я не люблю... То есть, вот я за всю свою жизнь, сколько работаю с призывниками, я всего два раза был на призывных комиссиях. И оба раза это были район области, а не Киров. Для тех, кто сейчас задается вопросом из наших слушателей, служил ли Михаил Валерьевич, Михаил Валерьевич служил. Да, служил. Еще в советское время, два года, все как полагается, полгода учебки. Кто служил в учебке, знает, что такое учебка, это весело очень. Соответственно, полтора года в войсках, и все пройдено по полной программе. Увидел разные четыре воинские части, прослужил за это время. То есть, где были большие, маленькие, средненькие, разные командиры, разные подходы, разный уровень дедовщины и так далее. В общем, все посмотрел. Все нормально. Пока жив. Так, возвращаясь к действительности. Вы дважды были на призывных комиссиях? Ну, еще. То есть, это оба раза были призывники. У одного была посрочка, то есть, оспаривало, что у него должна быть срочка по здоровью, у другого была срочка по обучению. Соответственно, в обоих случаях мы в итоге судились, победили, но по АГС я ни разу не ходил, потому что обычно всегда приходят ребята, когда они уже получили отказ по АГС. То есть, редко кто собирается заранее подойти, поговорить, потому что я с ними заранее приходил. А лучше так поступить все-таки, да? Понимаете, в чем дело? Умный человек все-таки планировал свою жизнь заранее. Ну, возраст. Вспомним себя в эти годы. Вот, я сейчас меньше общаюсь с ребятами, но вот есть очень умненькие ребята, которые и в 13 лет собираются что к чему. А уж в 18 лет как бы сам Бог велел. И если раньше это было, скажем так, не очень заметно, то вот, может, там где-то года 3 назад было очень много ребят, которые приходили, спрашивали, и хорошо планировали свою дальнейшую жизнь. Это ребята именно возраста 18 лет или есть ребята, которые уже окончили, например, институт и идут после этого? Нет, в основном это были ребята, вот 17 лет. Это вот 17-18, как раз этот самый период. То есть я понимаю, что это... И вот если говорить про тех, кто, скажем так, студенты, из тех, кто планирует свою жизнь, почему-то наиболее лучшие показатели, в смысле планирования, у экономистов. Ну, а что тут удивительного? А не управленцев. Их 5 лет учат циферки, 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 составлять и анализировать. А управленцев учат управлять и планировать. Нет, управленцев почему-то не работает. Нет, и учат, видимо, управлять и планировать другими людьми, а не собой. Ну, если человек не умеет управлять собой, значит, ни черта он не сделает вместе с другими. Хорошо, приходит тогда, когда отказывают. Как часто отказывают, и как эта тенденция вообще развивается, вот там, если мы сравниваем 5 лет, 3 года, год. Ну, смотрите, вот еще, очень позиция очень разная по разным регионам, допустим, по Киру, очень немного людей, ну, скажем так, человек 10, ну, 15 в год подает такие заявления. А не альтернативные? Да, то есть это очень немного. Есть, допустим, Татарстан, который совсем с нами, как бы, рядышком граничит, и там намного больше ребят уходит на альтернативную службу. Ну, надо учитывать специфику местную, религиозную в том числе, наверное, да? Насколько вы понимаете, у нас мусульмане не заявляют о том, что мусульманство противоречит службе с оружием в руках. Может быть, там есть какие-то, так сказать, локальные течения, но вряд ли. Вот, поэтому, так сказать, там есть ребята, ну, может быть, просто потому, что наследник раз два побольше, но там ребят побольше, которые хотят. Потом есть регионы, где, наряду с простыми агрессивниками, есть малонародности, которые точно так же имеют право пройти альтернативную службу в своих родовых общинах. Вудисты, например, да? Калмыкия. Ну, в принципе, мы сейчас говорим про народы севера. Малые коренные, малые коренные, малые, 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 ну, что, небольшое. Ну, не знаю, то есть, как бы, я, вот именно какие-то малонародности, которые живут в основе крайний север, и вот у них есть право пройти службу, занимаясь народными традиционными ремеслами. Промыслами, ремеслами, или, может быть, каким-то, ну, видом, там, я не знаю, олени же в Турдере, там, вот это все, да, уход. Да, 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 чаще всего это уход, да, вот, то есть, это, поэтому очень сложно говорить там за всю страну, я говорю, вот, поэтому мы знаем, что есть различные проблемы в разных регионах, вот и у нас, скажем так, достаточно, так, я считаю, нормально к этому относятся. Михаил, 10-15 человек по Кировской области, вы сказали, из них в год, из них какой процент получает одобрение на прохождение альтернативной гражданской службы? Ну, я сколько понимаю, 1 процент, 60 получает одобрение. Остальные нет. В смысле, как бы, сразу на комиссии получают, часть из них потом судится, так сказать, да, и там, ну, там тоже, так сказать, разное, то есть, ведь кто-то может получить. У нас просто было такое, что когда люди судятся, получают, как сказать, замену на альтернативную службу, а потом они приходят в военкомат, то есть у них система просто строится иначе, то есть они сначала получают право на замену АГС, а потом проходят медкомиссию. И вот на медкомиссии выясняется иногда, что он негоден просто по состоянию здоровья. А, то есть он мог вообще не проходить никакую службу, да? Да, да. И он не проходит никакую службу? Конечно, то есть все, как бы, ему точно так же вносится категория, что он негоден в службу, если выдается ему военный билет, то, кстати, и человек уходит, не служа. Ну, то есть, в принципе, он ничего не потерял, кроме времени, да, мог не бегать. Ну, значит, ведь зачастую человек не может это знать заранее, потому что, ну, не все, как это самое, да, практически никто из призывников заранее не думает о категории годности, о сборе диагнозов, о сборе документов вовремя. Об этом обычно думают родители. Я знаю такие случаи, когда папа, мама, медик, например, они там пытаются что-то найти у своего дитя. Учитывая, что у нас, там по статистике, я не знаю, к первому-то классу у нас сколько детей абсолютно здоровых? Процентов 25, наверное, в школу идет. О, там огромное количество. А к десятому-то классу и зрение, и сколиоз, это даже у совершенно здорового ребенка проявляется. Ну, в общем, здоровье, как считается, это, так сказать, отдельная песня, потому что здоровье, оно у нас достаточно, на мой взгляд, достаточно плохое. И когда мы там говорим о что... Если говорить в общем и целом, да? Да, то есть, поэтому достаточно много ребят, которые имеют отклонение в состоянии здоровья. И тут возникает вторая шутка, которую все знают, что про врача, который считает всех здоровыми, такой врач работает только в военкомате. Это чисто правда, поскольку очень часто человек приносят справку, что он ходил обследоваться только в частные учреждения, а не в госструктуры. Врачи военкомата говорят, мы не верим, эта справка куплена. Игнорируют полностью, да? Да, да, да. Это большая проблема, ну, не только у нас, так сказать, это, видимо, позиция вообще Министерства обороны с инструктивными письмами, потому что у всех регионов, например, такая аргументация. Вы купили эту справку. В общем, еще раз напоминаю призывникам и их родителям, да, что надо, если вы собираете, ну, не знаю, там эпикрис, не эпикрис, как это называется, это правильно, да? По медучреждениям. Карточку, если вы заполняете какими-то бумагами. Да, имейте в виду, что частные клиники, вот такое отношение. Государственные клиники и больницы котируются выше, да? С точки зрения доверия. Государственные клиники свои проблемы. Ну, еще тогда сразу совет, что если вы знаете, что у вас болезнь, значит, не надо, пока вы учитесь 4 года или там 6 лет в ВУЗе, не надо к врачам не ходить. К ним надо ходить, надо ходить и фиксировать ваши отклонения состояния здоровья. И жаловаться. Конечно. Ходить и жаловаться. Давайте прямым текстом. Рассказывать о себе на чистоту все. И фиксировать. Не жаловать все. Не считай, что я там мужик, я болеть не могу, как бы там все, у меня сейчас все переборю, собственный организм. Такого, если это серьезная болезнь, такого не бывает. Сами собой болезни проходят только насморк. Все остальное надо лечить. Даже насморк не проходит самостоятельно. Михаил Поблеснин в нашей студии, член общественной палаты третьего созыва, правозащитник. Так, у нас подошло время небольшой паузы, после чего у нас будет 12 минут еще для того, чтобы продолжить нашу беседу. Анна Лучшина, Владимир Сметанин, ведущий программы «Дневной разворот» Михаил Поблеснин, правозащитник, член региональной общественной палаты, наш гость. Говорим об альтернативной гражданской службе, о начавшемся призыве. Я бы хотела у Михаила спросить вот что. Все-таки, вот, кировчане, те 10-15 человек в год, которые пишут заявление на прохождение альтернативной гражданской службы. По каким причинам они хотят, не хотят, так скажем, проходить службу в действующей армии? Ну, смотрите, есть право на замену военной службы на службу без оружия в руках. Соответственно, вариантов всего два. Либо религиозное убеждение, либо личное убеждение человека. С религиозной более-менее все понятно. Там есть некая вера, есть, скажем так, некие догматы, которые человек следует, соответственно, он их должен... Вообще-то в любой вере не убей присутствует такая запрещенность, наверное, да? Ну, скажем так, есть веры, в которых это присутствует, но это не запрещает им носить оружие в руках. Есть, как бы, направления, в которые, так сказать, сразу говорят, что... Крайне категорично. И, соответственно, допустим, есть некоторые направления веры, которые... Один из догматов звучит, не клянись, соответственно, они не могут принять присягу. Присягу не могут принести. Поэтому у них тоже, так сказать, разный может быть аргументация. А те, кто хотят просто по личным убеждениям, там совершенно разные. Пацифисты, толстовцы, пофигисты и так далее. В общем, кто что, кто во что гораздо. Вот, и вот очень интересно, каким образом это можно доказать. Ну, то есть вера, что они ходят, справки собирают о том, что они на службу ходят там каждое воскресенье. Если религиозная организация, официально зарегистрировано, соответственно, у них есть печать, они приносят справку, что он является членом такого-то прихода. И все. То есть когда приходится такая справка, обычно вопросов не возникает. Ага. То есть это документ. То есть, понимаете, проблема в том, что военкомат что-то должен положить в личное дело призывника. Бумажку какую-то. Когда есть печать, бумажка, все, вопросов не возникает. А гостя, нет такой бумажки. Какие убеждения? Какой бумажкой это можно подтвердить? Бумажки там никто не даст. Значит, можно подтвердить физические показания. Можно вызвать свидетелей, которые расскажут, что человек имеет определенные убеждения. Он так-то себя ведет, так-то поступает. Соответственно. Ни одной мухи не убил, например. Значит. Ну, нет. Володя. Володя, муху убивает без согласия, без применения оружия. Как свидетель может рассказать, он же не видел человека с оружием в руках, мы в мирной жизни, слава богу, не бегаем с оружием. Нет, в смысле, ведь вопрос в том, что, допустим, человек может, ну, например, есть сейчас виртуально наше сообщество, допустим, тех же пацифистов. Можно, допустим, в этом виртуальном сообществе принимать участие. То есть можно, соответственно, подтвердить, что вот я в нем состою, я в нем как-то участвую. Ну, может быть, люди встречаются, как-то общаются между собой. Может быть, они проводят какие-то общественные акции публичные. Может, там, дескать, выходят на какие-то встречи, пикеты и так далее. Ну, условно, есть организация «Право на оружие», которая настаивает на том, чтобы легализовать оружие в России. И есть вот другая организация, которая выходит на пикет против этой организации. И с этого пикета можно представить фотографии, и это будет уже документ. Вот такая ситуация. Хорошо. К этим материалам, как военкоматы относятся, к свидетельским показаниям, тоже по-разному. В любом случае, это, пусть не документ, но это показания, которые могут быть записаны в протокол комиссии. То есть это уже можно принять как документ. Соответственно, это уже будет учитываться. И, соответственно, если, допустим, комиссия отказывает человеку, этих же свидетелей можно вызвать в суд. И суд к этому выслушает, он всех выслушает, и внимательно выслушает, и к этому как-то отнесется. То есть если суд убедит свидетелями, значит, соответственно, суд решит, что у человека убеждения есть, и военкомат неправомерно отказал в замене. Но проблема еще в том, что убеждения, их надо сформулировать, устно проговорить, с чем у нас очень большая проблема у наших детей. Потому что их не учат говорить. Они зачастую, может быть, у них там суперубеждения в голове существуют, но... Сказать, он может только одно, не хочу. Вербализовать они эти вещи не могут. С трудом. А в составе призной комиссии, как вы знаете, сидят достаточно умные люди, и они начинают спрашивать какие-то вещи. А вот поясни мне вот тут, а поясни мне там какой-нибудь аспект вашей, твоей убежденности. Человек не знает, что такое слово аспект. И начинает думать, что ж меня спросили, что ж надо ответить. То есть проблема в том, что... В общем, надо готовить речь. Да, да. Поэтому, когда, если люди приходят ко мне заранее, скажут, что я хочу пойти, мы с ним проговариваем, что он имеет в виду, когда пишет, у меня есть сложились убеждения, препятствия несения оружия в руках. Я спрашиваю, что именно... Поясни. Проговори. Если человек мне это проговорил, хоть как-то, я понимаю, что он, скорее всего, им тоже что-то проговорит. Но если он не потренируется перед кем-то, скорее всего, он будет либо молчать, либо будет очень косноязычным. Соответственно, комиссия посчитает, что он не владеет достаточно внутри себя этой информацией. Убеждения его не искали. А как доказать человек молодой, когда этими всеми идеями пацифизма увлекся? Много лет назад или буквально накануне перед походом в военкомат? Что-то решил резко свое мировоззрение поменять? В чем? У меня есть примеры, когда ребята были очень, скажем так, милитаризированы, занимался человек, например, в военном клубе, готовился вообще к кадровой службе, а потом случилась неприятность. Накрыло. И все, человек пришел добиваться права на АГС. То есть такое тоже было. Добился? Ну, мы с ним судились пару призывов. А в итоге, не знаю, сейчас. Да? Сейчас вот потерялись. А потом он потерялся. Ну, вот жизнь такая непредсказуемая штука. Слушайте, ну, я, честно говоря, слушаю Михаила вот сейчас. Я понимаю, что... А вот это дискриминация нашей страны, почему женщин не изберут в армию по призыву. По призыву я имею в виду. Сколько женщин прапорщиков. Почему? А, я, кстати, тоже готов рассматривать эту идею. Почему бы не организовать? Да, у нас в стране равноправие, равноправие. Дискриминация у нас запрещена. Женщины тоже должны призывать. Призывают парней, пусть призывают и женщин тоже. Вот я разделяю, кстати. Вот так вот, да? Я бы готов. Ты представляешь, сколько денег надо на то, чтобы построить отдельные казармы для девушек? Какие отдельные казармы? А что, вместе? Конечно, вместе. Женский баталийм. Да. Да, и так далее. Ну, ладно. Хорошо, я поняла, почему так немного народу предпочитает альтернативную гражданскую службу. Вот эта ужасная бюрократия, мне кажется, бесит всех. Зачастую просто молодому человеку легче прокатиться по инерции вместе со всем общим потоком. Ну, мол, я год отмучаюсь. Да, годик. И не доказывать там ничему, что я не верблют. Вопрос у меня, да, еще? Да, давай, давай. Потом я. Тысяча человек, да, примерно по России, да, ежегодно проходят. Вот институт этот альтернативной гражданской службы. Он вообще России зачем, раз вот такая невостребованность? Это чтобы другим показать, что мы, вот смотрите, мы демократичная страна, мы можем предъявить гражданину право. Ну, смотрите. По его убеждению. Во-первых... Для чего это? Во-вторых, как говорится, это красиво. Во-вторых, это записано в нашей Конституции, что у человека есть такое право. Так Конституция сколько раз уже менялась? Значит, вот эту часть не меняли, слава богу. Поэтому, если есть сказано слово в Конституции А, сказано слово Б, есть закон об альтернативной гражданской службе, соответственно, есть право, его надо выполнять. И до тех пор, пока этого закона не было, было достаточно много желающих людей пойти на альтернативную службу. И были очень большие споры, очень много было свидетельствий процессов, что право записано в Конституции, оно непосредственно действующее, а механизма воплощения его нет. То есть достаточно долго его добивались, такого закона. А потом, когда его приняли, и когда у нас срок службы вместо, скажем так, одинакового сделали в разы больше, то есть вот сейчас нормальный призыв идет 12 месяцев, а если человек пойдет служить на альтернативную службу, это будет 21 календарный месяц. Минус отпуск, вы говорили. Да, минус 2 месяца отпуск. То есть 19 месяцев в чистом виде. Да. У человека будут службы. Год и 7 месяцев. То есть чаще всего это будет какая-то социальная организация, например, где человек пошлет работать медбратом или санитаром, и человек, например, имеет какое-нибудь там высшее гуманитарное образование, и вот он, не имея склонности к работе с такой категорией людей, не умея это делать, он и попадает санитаром, допустим, в геронтологическое отделение Конти. И все. И он начинается, месяца через 3-4 начинается психоз. А изменить место прохождения альтернативной службы он может? Это очень сложно. Потому что все изменения места службы проходят через Москву. Это, кстати, сами понимаете, процесс долго. Пока решение будет принято, пока оно будет. То есть это достаточно сложно и долго. А в Кирове, если мы сейчас про Киров говорим, где они могут проходить альтернативную службу? На Сухоманеване, скорее всего, то же самое учреждение соцзащиты. У нас на сегодня ряд ребят, насколько я понимаю, все еще должны проходить службу. Вот у нас был, сейчас должен проходить человек один в нашем перинатальном центре. То есть он туда был направлен дворником. Мне кажется, в перинатальном центре прекрасно проходить альтернативную службу. Там огромное количество красивых девушек, которые очень улыбаются всему миру, потому что они все готовятся мамой местами. Там врачи такие прекрасные расположены. Включая главного. Включая главного врача, да. Ну что, Семеновский, на самом деле, отличный человек. Да. То есть еще, я не знаю, как он проходит. Я знаю, что он туда направлен. Он туда направлен дворником. То есть как проходит сама служба, я вам сказать, не могу. То же самое, должны быть вакансии у нас в соцзащите. В прежние годы несколько было вакансий в образовании. Насколько я понимаю, сейчас вряд ли в этом году есть открытая вакансия у нас в образовании. А в соцзащите это вот они именно с пенсионерами, с пожилыми людьми, надомниками, да, работают? В основном, да. То есть продукты покупают, вот эти вот все вещи. Нет, они в основном работают в стационарных учреждениях. То есть не покупая, не выходя в квартиры, сказать, да, интернаты. Ну, кстати, я тут читаю, альтернативщики, они имеют ряд ограничений. Занимать руководящие должности, принимать участие или организовать забастовки. Нельзя им это делать. Не иметь права покидать место жительства без согласия. Оставлять рабочее место в период рабочего времени. Ну, Володя, я так думаю, что оставлять рабочее место без согласия работодателя, наверное, никто из нас не может. Так или иначе, мы ставим работодателя в известность. Нет, ну, смотри, вот самое главное отличие, и, скажем так, в чем самое главное преимущество, это то, что все-таки это гражданская организация. Человек работает по трудовому обычному договору, он получает обычную заработную плату. А, то есть зарплату получает интернативщик. Конечно, он получает зарплату. Просто обычно же на эти вид деятельности выкидывают самые низкооплачиваемые должности, которые нормальными не занимают. То есть зарплату тысяч шесть, семь, десять. Обычно проживая далеко. Человеку дали долг отдать государству именно в таком виде, у него выбора нет. Да, да, да. Он направлен, он не имеет права отказаться. Он может отказаться, но это, по сути дела, отказ от прохождения службы является точно так же уклонением. И все, он подпадает по уголовному статье. Спасибо. Спасибо, вот так быстро выстекло наше время. Давайте как-то это резюме сделаем. Что посоветуем тем людям, которые все-таки раздумывают над тем, чтобы воспользоваться правом МГС? Если у человека есть, скажем так, убеждение внутреннее, которое препятствует несению службы с оружием в руках, а какую-то помощь государству указать все-таки хочется, или не хочется совсем уклониться от прохождения службы, значит, есть такой вариант, напомнить, что можно пройти альтернативную службу, и желательно заранее до этого проконсультироваться со специалистом. В нашей области это пока что я. В других областях есть другие специалисты. Соответственно, есть у нас сайты, которые этим консультируют. То есть, скажем так, есть люди, кто этим заниматься достаточно профессионально, может посоветовать, как это сделать правильно, чтобы не было проблем ни у тебя, ни у признанной комиссии, ни у кого. Не у страны. Давайте мы еще напомним номер телефона. Возможно, как-то связаться, вот Михаил, с вами. Ну, возможно, можно звонить по нашему городскому номеру. 32-24-95. 32-24-95. Вот с вопросами, пожалуйста, к Михаилу Плюснину, нашему гостю. Спасибо. Члену общественной палаты Кировской области, правозащитнику. Благодарим и спасибо. На этом завершается программа «Дневной разворот». Да, чуть раньше, чем обычно. Все дело в том, что сейчас после рекламной паузы будет 10-минутная программа «Говорит Киров», где вместе с Андреем Берсеневым, это начальник отдела по работе с жилищными организациями Департамента городского хозяйства администрации нашего города. Мы накануне поговорили о приеме заявок на ремонт дворов в следующем году. Заявки принимаются в терроруправлениях до 2 ноября. Время еще есть. И вот мы там поговорили подробно, еще раз напомнили, какие есть требования, сроки, суть. В общем, слушайте через полтора минуты.